Если закрыть глаза и на ощупь исследуя автомобиль попытаться его опознать, то ни хрена не получится, как бы вы ни старались. Дело в том, что компания Сузуки вынашивала рождение своего первого нормального по размерам автомобиля дольше, чем это делают слоны. И вообще, роды Кизаши были долгими и мучительными. Все ждали чего-то особенного из ряда вон выходящего, и получилось из ряда вон. Так и хочется спросить, сударь, а вы кто по национальности? А в ответ тишина. Но если присмотреться, ты понимаешь, японцы пытались удовлетворить всех и сразу. И следствием вкусовой групповухи явился облик этого автомобиля. Японские, европейские и американские мотивы вырубают чувство прекрасного напрочь, и ты начинаешь воспринимать автомобиль, как такой нормальный обычный автомобиль. И все. Единственное, что тут по-настоящему оригинальное, это решетка радиатора. Сетка Рабица. Еще тут скромный багажник, всего 461 литр. Можно уложить спинки заднего ряда, и он вырастет почти в два раза. Так, конечно, практичнее. Но вот задний ряд... Проточка для головы. Я не шучу. Посмотрите на потолок. Оригинальное решение, чтобы запихнуть сюда великанов. Правда, больше двух сюда вряд ли поместится. Хотя, если в следующий раз сделать проточку под задницей... Редко встретишь такое. На вид дешевый пластик передней торпеды. На ощупь оказывается очень неплох. Жаль, что дизайн всего этого скромный. Но опять же, минусы сглаживает комплектация. Дорогая музыка, восемь подушек и прочая хрень, увеличивающая стоимость автомобиля. А вот что действительно не отразится на стоимости автомобиля, это двигатель. Поскольку для новой модели предлагается лишь один вариант мотора. Бензиновый, объемом 2,4 литра, мощностью 178 лошадей. И рвет он с места резво. Очень уверен. Если на улице скользко, можно одним движением пальца врубить полный привод. Иногда это очень приятное дополнение, когда на дороге не поймешь что. Зачем, скажите, зачем запихнули сюда кусок троллейбуса? Вариатор тут только все гадит. Механика, вот жизненная необходимость для этого автомобиля. Ну, опять же, это на мой вкус. А если за рулем тетя, тогда да. Кстати, и руль больше подойдет тетям. Легкий, приятный, весь такой чувствительный. Правда, автомобиль его слушается великолепно. Управляемость на высшем уровне. А вот крены в поворотах великоваты. Сказывается достаточно высокий центр тяжести. Но дорогу Кизаши держит очень хорошо. Да, на этом автомобиле хочется гнать. Играть в шашки и нарушать скоростной режим. Ты в него веришь. Ты его чувствуешь. Ты его бережешь. Больше я вам про Кизаши ничего не скажу. Кроме одного. Вот этот скакун стоит 1 миллион 300 тысяч рублей. На кого рассчитан этот автомобиль? Я тоже хотел бы узнать ответ на этот вопрос.